На льду, недавно возобновившего свою работу из КК имени Блинова, вновь развернулась нешуточная спортивная борьба. Второй завершающий в этом сезоне этап зонального первенства России среди юношей и девушек по шорт-треку собрал более ста сильнейших спортсменов из Башкортостана, Челябинска, Сверловской и Новосибирской областей, Приморского края и, конечно, достойную конкуренцию соперникам составили омичи. Очень хорошая школа у Свердловской области, город Науральск. У них сильная команда, и они на лидирующих позициях. Также могу сказать про Челябинск. Очень хорошие ребята, как мальчики, так и девочки бегут. Ну и у нас в Омске тоже есть молодые, хорошие ребята, которые соревнуются между собой, и мы приветствуем эту соревновательную деятельность. За три дня состязаний юноши и девушек старшего и среднего возрастов, многие из которых выступили на пике своих возможностей, ждали старты на разных дистанциях – 500, 1000 и 1500 метров, а также командные эстафеты. Как и предсказал главный судья соревнований, Челябинская и Сверловская школы шорт-трека смогли похвастаться достойными результатами. Среди девушек лидировали Софья Бойцова и Алена Крылова из Сверловской области, а среди юношей золото соревнований взяли Андрей Попов и Никита Моторин из Челябинской области. Но даже несмотря на хорошую подготовку, на пути к победе ребятам пришлось преодолеть немало сложностей. Были сложности, то, что сразу начинали быстро ехать, было потом тяжело заканчивать. Быстро сразу стартовал, чтобы не отставать. И как ты себя подталкивал в конце, чтобы финишировать впереди? Просто старался не сбавлять скорости, а добавлять наоборот. В командных эстафетах первенствовали те же регионы. Среди юношей старшего и среднего возрастов, а также среди девушек старшего возраста, самыми слаженными оказались шорт-трекисты Челябинской области. Лидерство же среди девушек среднего возраста завоевала команда Сверловской области. Но расслабляться спортсмены не спешат, ведь впереди их ждет крупный старт. Чемпионат России по шорт-треку в Рыбинске.